Продолжение следует... Если еще не первое число. Да, у нас сочельник. И от вас самой будет зависеть, устроить себе веселые праздники. Что же вам нужно? Сегодня совсем не могу. Простите. Ваш муж только что вышел с дамой. И что же? Позвольте вас спросить. Это была Фрулина? Да. Она только что приехала в город? Да, сегодня. Она ваша близкая подруга? Да. Я тоже был с ней знаком. Знаю. Так я и думаю. Позвольте спросить вас. Фрулина получит место в банке? Господин Крокстоп, как вы осмеливаетесь выспрашивать меня? Вы, подчиненный моего мужа. Да, Фрулина получит место. Это я хлопотала за нее. Фрухельбер, не угодно ли будет вам пустить все свое влияние в мою пользу? Что вы хотите сказать? Не угодно ли вам будет позаботиться о том, чтобы я сохранил свое место в банке? Никто не собирается лишить вас сына. Ну, не надо разыгрывать передо мной незнадку. Я понимаю, что ваши подруги не особенно приятно будет сталкиваться с вами, но я также знаю, кому я буду обязан изгнанием. Да, уверяю вас. Не надо. Одним словом, так. Время еще не ушло. Я вам очень советую пустить ваше влияние, чтобы я сохранил свое место в банке. Господин Крокстоп, почему вы полагаете, что я имею какое-то влияние на своего мужа? Ну, его я хорошо знаю еще со студенческой скамейки. Не думаю, чтобы господин директор был тверже других мужей. Если вы будете отзываться о моем муже неуважительной, я укажу вам на дверь. Вы очень храбрые, Фрухельбер. А я не боюсь вас больше. После Нового года я живо покончу со всем этим. Слушайте, Фрухельбер, однажды я совершил необдуманный поступок. Дело не дошло до суда, но с того времени все пути точно закрылись перед нами. Вот тогда я и взялся за эти вот дела, ну, вы знаете. Но теперь я должен выкрапаться из этого положения. Видите ли, у меня сыновья подрастают, и ради них я я должен занять прежние положения в обществе. Насколько это возможно? Место в банке было как бы первой ступенью. И вот теперь, теперь ваш муж опять сталкивает меня в яму. Но позже вы, господин Кроксов, совсем не умеет в моей власти помочь вам. Потому что вы не хотите. Но у меня есть средства заставить вас. Ну, не расскажете же вы моему мужу, что я задолжала вам. Это было бы бессовестно с вашей стороны. Как? Он знает эту тайну, мою радость, гордость, таким грубым и пошлым образом от вас. Вы хотите подвергнуть меня самым ужасным неприятностям. Только неприятностям? Ну, вам же самому будет хуже. Муж узнает, наконец, какой его дурной человек и ни за что не оставит вас в банке. Подождите, я спрашиваю, вы боитесь только домашних неприятностей? Если муж узнает, он сразу заплатит весь остаток и нам с вами вообще будет незачем узнаться больше. Слушайте, фру Хельмер, у вас либо память коротка, либо вы ничего не смыслите в делах. Видимо, придется вам растолковать это дело поосновательнее. Когда ваш муж болел, вы пришли ко мне с тем, чтобы занять 1200 специй. Я не знала, к кому больше обратиться. Я взялся достать вам эту сумму и достал, но на известных условиях не лишнее будет напомнить вам их. Я составил тогда для вас долговое обязательство. Да, которое я подписала. Правильно. Но внизу, внизу я приписал несколько строк от имени вашего отца, его поручительства за вас. Эти строчки должен был подписать сам ваш отец. Почему должен был? Он и подписал. Я оставил место для числа. То есть, ваш отец должен был проставить месяц и число после того, как подпишет бумагу. Вы помните это, сударыня? Ну, конечно, да. Я помню это. Да. после этого я отдал вам долговое обязательство с тем, чтобы вы отправили его по почте вашему отцу. Так ли это было? Да, так. Что вы, конечно, незамедлительно сделали, так как через пять-шесть дней вы принесли мне вексель с подписью вашего отца. И сумма была вам вручена. Да, разве я неаккуратно выплачивал? Довольно, Куро. Ну, чтобы вернуться к предмету нашего разговора. вам, наверное, трудно тогда приходилось, фрухельмер. У вас тяжело болел отец и вскоре умер. Да. Скажите, фрухельмер, вы случайно не помните дня смерти своего отца? То есть, месяц и число, когда он умер? Папа умер 29 сентября. Да, совершенно верно. Я осведомлялся. Но вот тут-то и получается одна странность, фрухельмер, которую я никак не могу себе объяснить. Какая странность? А вот такая странность, что ваш отец подписал этот вексель спустя три дня после своей смерти. Не понимаю. Не понимаете? Ваш отец умер 29 сентября. Но вот взгляните, он пометил свою подпись 2 октября. Разве это не странность? Можете вы мне ее объяснить? Субтитры создавал DimaTorzok